итак парни всем привет наглядно хочу вам показать сегодня на примере не вы легенд то что этому автомобилю не хватает 6 передачи катастрофически не хватает 6 передачи коробки передач вот мы сейчас идем немножко такой подъем здесь у нас и дорога плохая ну продавленная фурами какая неприятная здесь дорога а иду на 5 передачи вот 5 передачи в коробке передач скорость смотрите 120 да и вот глядите обороты двигателя уже подходят к 4000 немножко в подъем идем смотрите вот я немножко наваливаю чуть газа поддавил мы не будем тут наглеть вот около 130 и смотрите двигатель крутит в диапазоне скину двигатель крутит диапазоне 4000 оборотов не буду машину насиловать с ума сходить в общем чему показываю было бы неплохо на этот автомобиль установить шестиступенчатую коробку передач вот смотрите я сейчас даже иду давайте смотрите я участвую вот нормальные туда 110 до 110 вот на этой скорости можно было бы сейчас смело включить шестую передачу и где-то вот на затяжных таких спусках таких вот знаете такие но как бы рельеф затяжные такие вот прямые как будто у рельеф местности такой плавный спуск идет и вот на таких участках шестая передача они и очень бы пригодилась не знаю вот на самом деле была бы экономия топлива разгрузился бы двигатель ну и не надо было бы тут выкручивать его на 4000 оборотов на самом деле и в принципе можно было бы по трассе на ней как бы уже комфортабельно ехать со скоростью 120 130 уже можно было бы ехать комфортно у нас стабильно так вот я обычно вот так я люблю ездить все вот я вышел на трассу включил пятую и практически я ее нигде не выключаю все ну то есть сегодня конечно я еду без прицепа то есть вот всю дорогу я вот так еду 110 120 110 120 двигатель три с половиной стараясь все-таки за три с половиной не выкручивать вот это вот уже вот смотрите все что больше вот это вот это уже ерундистика уже чувствую мотор орет а а мотор просит шестую передачу а ее нет он просит мотор шестую а ее нет и вот такая я считаю что вот надо автовазу не ковролин вложить в него а все-таки как-то немножко более уделить внимание конструктивным вот таким серьезным доработком трансмиссии можно было бы поработать над раздаточной коробкой чтобы у людей раздатка то не гудела убрать навсегда эту проблему вот это вот гудит раздатка и у меня гудит даже вот стоят бесшумные рычаги она все равно будет все равно слышно по ушам дает в коробке передач возможно бы модернизировать какие-нибудь подшипники хорошие поставить чтобы ну коробка чтобы не так шумно работала но на ней не катастрофично они будут гудеть и гудеть еще не знаю сколько лет и 200 300 тысяч пройдет ничего не будет будет гудеть и будет работать вот не хватает вот сейчас вот спуск например да спуск вот 120 три с половиной ну ладно это еще нормально три с половиной да здесь у нее максимальный крутящий момент на таких оборотах ладно впереди пешеходник парня давайте 70 не надо наглеть тут с ума сходить участок такой хороший выбрал все скидываем полностью никогда не нарушайте правила дорожного движения по сути вот сейчас вот тоже просто мне задали еще такой вопрос к чему это все показываю ярослав а купил старенькую него мотор бодрый а можно ли в нее поставить пятиступку парни да конечно экономней будет на трассе типа вывезет двигатель или нет вот наслушаются вот этих инфо цыган на просторах ютуба который вводят нормальных людей в заблуждение что не видам мотору не хватает силы я вам сразу говорю парни нужно быть объективным в этих словах и нужно будет максимально честным по-мужски быть честным дело в том что если разговор касается конкретно трехдверной нивы 21 214 этой машине родного вот этого двигателя 83 лошади его хватает на сто процентов это величайшая глупость когда я слышу от человека что мне говорят что этой машине не хватает двигателя я с прицепом груженный по трассе 80 90 еду я даже не напрягаюсь на этой машине я могу включить пятую но сами знаете правила дорожного движения с прицепом больше 80 100 по сути двигаться нельзя ну диапазон вот этот погрешность плюс минус 20 и ну и не поедешь все равно сильный ветер это неразумно это надо быть безумным человеком чтобы сгруженным прицепом там лететь там 120 даже если бы и позволял мотор это неправильно это небезопасно прицеп есть прицеп может мотануть может колесо бахнуть это очень неразумно на самом деле даже вот я не люблю вот это вот тоже вот так показывать машину как бы выдавливать с нее что-то мы просто замучили завалили этим вопросом завалили этими вопросами что думаешь по поводу движка хватает не хватает если покупаете трехдверную ниву я вам сразу говорю на сто процентов и двигателя хватает на все сто и она не нуждается трехдверка в другом двигателе не нужен ей никакой двигатель от гранты не на 90 лошадиных сил не нужен он ей а куда же он нужен нужен он на него travel парни услышите вы меня он нужен не и travel вот этот двигатель нужен на 120 лошадей поставьте вы его в него бронта в ниве бронта вот да вот это уместно машины стоят колеса там там не помню блин по моему то ли 225 75 рп на то ли 235 поправьте меня в комментариях если спутался но очень широкие стоят колеса большие 29 29 дюймов вот туда пожалуйста поставьте хороший мотор на 120 лошадиных сил обязательно усильте трансмиссию не такие там должны полуоси стоять нужно усиливать трансмиссию все нужно усиливать и вот этим автомобилем до travel пятидверная него него бронта им нужен двигатель на 120 лошадей какие-то отдельные комплектации там можно него urban него какая-нибудь него lada sport поставьте туда на 120 но уважаемый автоваз обращаясь к вам не нужно этот двигатель родной полностью убирать с него оставьте простую комплектацию него вот с таким с родным ее двигателем не нужно этот двигатель закапывать в могилу он проверен временем он очень надежный он очень ресурсный и он вообще неприхотливый удобный в обслуживании это двигатель надежный не страдает он никакими прокладками под гбц у него ничего не прогорает ресурс у него космический если вы заливаете хорошее моторное масло хорошо следите за ним этот двигатель служит верой и правдой сразу говорю очень надежный движок у него родной вот это он очень надежный спокойный такой тракторный двигатель но вот честно по моему мнению даже сейчас я иду в подъем вот я вот около 120 и до она вообще не чувствует она я просто не наглее не скажу с ума я как бы здравым умом то понимаю что нельзя там на ниве придавливать там 140 150 есть но она пойдет понимаете что здесь будет страдать будет страдать раздатка поэтому неплохо было бы автовазу доработать коробку передач доработать раздаточную коробку сделать так чтобы она не гудела установить уже в кпп шестую передачу чтобы была 6 передача и вот в этой компоновке сделать чтобы это все работало без гола и шума вот это было бы очень круто они стелят там всякие свои ковроли на этих пластмассах там поналепят вот это было бы модернизация очень приятная очень нужная которые бы обрадовались там тысячи автолюбителей тысячи поклонников этого автомобиля него люди кто верно там на протяжении не одного десятка лет покупает именно этот автомобиль у людей там вот у меня там вторая нива я знаю людей у кого-то уже за жизнь пятая нива поклонников у этого автомобиля на самом деле очень много ребят очень много и автомобиль с огромным потенциалом этот автомобиль а 77 года выпускают нет с ним никаких проблем этот автомобиль подается как горящие пирожки пользуются огромным спросом я думаю что они не может позавидовать любой концерн и бмв порта любую любой концерн все могут позавидовать только вот свое время сделали этот автомобиль настолько удачно настолько все рационально здесь собрано вот это все да я говорю до сих пор будоражит всех него на протяжении стольки лет уже 2023 год на дворе и него у всех на слуху везде на трассах многие мечтают купить этот автомобиль на самом деле многие хотят купить этот автомобиль но хочется и колется там кому-то там кого-то финансовые проблемы но что я хочу сказать на сегодняшний день честно не кривя душой не кривя душой этот автомобиль стоит своих денег то есть вы заплатили за этот автомобиль вы получаете машину настоящую с широким спектром возможностей с хорошей проходимостью и которая вас в дальнейшем в процессе вашей эксплуатации в процессе вашей повседневной жизни этот автомобиль вас не будет ни в чем ограничивать захотели вы сегодня поехать за грибами с супругой за ягодами сели поехали прошел дождь вы ничего не боитесь захотели по трассе куда-то там поехать тоже собрались уехали в городе очень удобно автомобиль небольшой компактный удобно парковаться удобно разворачиваться в городском потоке него трехдверная от других автомобилей вообще не отстает двигатель хороший при условии что вы его нормально обкатаете и не будете туда заливать масло в двигатель сашана на каждый день хорошие масла хорошее обслуживание хорошие фильтра ваше человеческое отношение и не катать на масле по 10 тысяч километров это полный дебилизм ни одно масло самое крутое хоть какое хоть shell helix хоть мобил не ходит масло 10 тысяч километров особенно в режиме городской эксплуатации 10 тысяч километров ездить на моторном масле это варварство потом вот и приезжает на своих иномарках вроде бы с пеной у рта доказывают что я там по 15 тысяч езжу на дорогой синтетики ей ничего не будет там она после 10 тысяч только начинает срабатываться но на самом деле это такая бредятина это настолько глупо вот да а потом открываешь клапанную крышку и у него он весь засрат и этот двигатель все внутренние элементы вся система грм все внутри на головке внутри вот эти парафиновые отложения везде это говорит о чем человек перекатывал на масле постоянно перекатывают двигатель весь чумазый внутри палец сунешь все чумазая внутри он бедолага еще как-то там работает таких условиях что такое парафиновые отложения на внутренних поверхностях двигателя внутри везде на всех его работающих тут трущихся деталях да на системе кривошипно-шатунного механизма какие-то отложения да на поршняк везде это же плохой отвод потом тепла задержание тепла это со временем перегрев двигатель перегревы уводит головку прогорает прокладки удивляется вот у меня прокладка прогорела потом приезжаешь в магазин некоторые приезжают покупает эти прокладки открываешь смотришь так думаешь подойдешь посмотреть клапанную кружку открываешь там внутри реально гуталин какой-то а потом человека спрашиваешь но зато все в грудь стучат 5-6 тысяч я меняю очень многие люди лукавят не говорят на самом деле реальной правды такой какая она есть экономят на машине один говорит вот у меня мотор расходует масло я не меняю я доливаю логика железная конечно но объяснять даже не буду в коммент но даже в комментариях там сейчас споров много возникнет что там куча там мне миллион статей пришли что там масло после 10 тысяч какие-то у него там супер свойства появляются еще лучше это самое хорошее масло там какой ерунды только не услышишься в этом интернете эти инфо цыгане это информацию какую-то берут откуда не поймешь чтобы выдумывать что-то сидят там какие-то лабораторные пробирки в холодильниках в общем далекая от реальности и от жизни этой эксплуатации вот так парни сейчас это видео опубликую покажу вам покажу как мне ну уже посмотрели вы как едет не вас то есть всем хейтерам там кто кричал что твоя него там больше 80 дней вспотеете догонять если бы я не жалел свою машину это было бы вот например у меня не единственная машина и у меня бы была возможность ну не бояться то периодически менять я не могу себе позволить так эксплуатировать этот автомобиль он у меня единственный в семье я вам показал так на видео и все я так на постоянку его не эксплуатируем то есть вот стабильно по трассе 90 100 110 120 90 100 110 120 я еду но эту скорость в ними не ощущается даже у меня супруга рядом сидит она всегда удивляет что вот в трехдверной ниве а скорость по трассе 110 120 ты едешь и даже нет никакого чувства дискомфорта то есть вообще не страшно в автомобиле автомобиле очень комфортно ехать него трехберная 21214 очень комфортно ехать по трассе 110 120 очень комфортно не испытываешь никаких неприятных ощущений вот как то так ответил максимально коротко и сжато на ваш вопрос по двигателю хватает не хватает высказал свое мнение куда нужен сильный двигатель на какие модификации не все парни пишите ваши комментарии всем пока